Понимаете, женское тело предназначено для счастья. Вот человек, если побеждать судьбу, он рождается мужчиной. Ну, то есть, когда вы родитесь мужчиной в следующей жизни, вы, скорее всего, перестанете валяться по утрам. Но сейчас у вас женское тело. Вы родились в женском теле для того, чтобы почувствовать благодать этого мира, в полной степени счастья. И поэтому лень является непосредственным атрибутом женского тела, потому что без лени женщина даже красивой не может быть. Если женщина не ленивая, она некрасивая. Чтобы была красота, тело должно быть расслаблено. Расслаблено означает чуть-чуть ленивый. Понимаете, я просто вам рассказываю суть вашего рождения сейчас, ваш женское рождение. Мягкие черты лица означают ленивый. Мягкое тело значит ленивый. Грубое значит неленивое, напряженное. То есть, вы женщина, да? Теперь вы сказали, или иначе вы сказали, что болеют все одинаково, что женщина, что мужчина. Да, я так сказал. И поэтому нужно женщине знать, что несмотря на то, что она женщина, ей надо все равно по утрам стараться пораньше встать. Но с очень глубоким уважением к женскому ленивому телу. И для того, чтобы стать с глубоким уважением к женскому ленивому телу, надо понимать, как работает женская психика. Что женщина может встать утром рано, только когда она сильно вдохновлена. Поэтому можете будильник поставить там. И на будильнике, допустим, там будет какая-нибудь песня. Вот нас с утра встречают прохлады. Ну, то есть, женщина, когда с утра слушает что-то вдохновляющее, она думает, надо вставать, так хорошо. Все, и встает. Или второй вариант. У женщины очень такое совестливое сердце. И когда она сказала, позвонила подружке своей, давай завтра пораньше встанем. Она подружке говорит, а сама не хотела вставать. Сама звонила, не хотела. Так как она подружке позвонила, она думает, я не могу не встать, я же обещала, совестливое существо. То есть, мужчина, допустим, другу говорит, давай завтра встанем пораньше. Никаких гарантий, что они встанут вообще. Один проспал, и второй проспал. А вот если мужчина позвонит своему другу и скажет, слушай, я завтра рано встаю, представляешь? А ты, скорее всего, не сможешь. Вот тогда тот встанет тоже. Понимаете? То есть, у мужчин другие отношения. Женщина просто, давай завтра рано встанем. То есть, просто любовь, доброта и совесть, и все, они встают. То есть, женщина активизирует себя не с помощью. Понимаете, если женщина, надо завтра рано встать. Это мужской подход к жизни. Женщина должна вдохновиться. Она музыку себе должна поставить, с подружкой договориться. Мужа попросить, чтобы ее растолкало. Ну, то есть, нужно организовать себе правильно жизнь. Понимаете? Вот, допустим, вы хотите, чтобы муж бегать на зарядку начал. Не надо ему говорить, бегай на зарядку. Надо говорить, пожалуйста, разбуди меня завтра, мне надо рано встать, чтобы бегать на зарядку. С любовью ему сказать. Он скажет, ну ладно, хорошо. Специально встанет пораньше, чтобы вас разбудить. Потом вы встаньте, оденьтесь, скажешь, слушай, мне там страшно. Выйди, пожалуйста, со мной. Я буду бегать, а ты, это, побудь там. Если он вас любит, он, 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 а что ты одеваешься, рубашку такую, как бы, одевай спортивный костюм. Будет же плохо смотреться. Я в спортивном иду, а ты красивее меня. Это нехорошо. Давай одевай тоже спортивный костюм. Пойдем по сто рядом со мной, я буду бегать. Все, постоял, постоял, сам начал что-то делать. Потом начал бегать, она уже не бегает, он бегает. И он ее вытаскивает на улицу сам. Вот так надо с мужчиной себя вести, понимаете? Просто вот по-женски, по-доброму, ласково. Помоги мне, и все. И он сам начнет бегать. Вот так меня жена вытащила бегать. Я ей рассказал, как важно бегать сначала, три с половиной года назад. И вдохновил ее бегать, потому что у ней была киста в щитовидке, надо было ее рассаскивать. И она добилась этого. Она начала бегать. Потом говорит, мне очень тяжело одной по утрам бегать, потому что я боюсь всего. Давай со мной бегать. Ты же как бы всех вдохновляешь, давай бегай со мной. Я говорю, ну ладно, хорошо. Оделся, пошел с ней бегать. Она уже не бегает, я продолжаю. Она меня раскочегарила, а теперь я бегаю. Ну то есть, женщина вдохновляет, мужчина делает потом. Вы поняли, как себя поднимать с постели рано утром? Не надо себя заставлять. Вот вы заставите себя встать, потом весь день жалеть об этом будете. Будете ходить и думать, зачем я так издеваюсь над собой. И правильно будет думать, потому что женщина, женщина должна издеваться, она должна вдохновлять. Она должна, и даже бегать женщина должна, не так, как мужчина. Она как бегает? Она одной ногой пишет, другой зачеркивает. И как бы слушает музыку, радует совсем, бежит такая очень спокойная, радостная, не напрягаясь. Понимаете? И она ей будет нравиться. Она бежит, вот ей будет нравиться бегать, потому что она создает атмосферу для этого времени. Счастье на улице. Если она бежит, чтобы создавать атмосферу счастья, ей будет нравиться бегать именно для этого. Понятно? То есть женщина, она очень эстетичное существо, и она все должна делать эстетично, красиво, радостно, грациозно. И тогда она будет всегда радоваться этому, и будет хотеть это делать. Все. Вот так себя вдохновлять бегать на улице. Там напряжение просто. Бег, статические упражнения. Можете не рассказывать дальше. Я не тот врач, который долго будет слушать, я вижу, что от напряжения. Бегать, статические упражнения, ком проходит, все. А? А вы вчера были на лекции? Нет, не были, вот надо послушать. Потому что вся лекция об этом была. И поэтому кроме вас такие вопросы мне больше никто не задает. Потому что знают, что тут будет один ответ. Я, короче, слушайте, у меня была такая лекция, как вчера, да, в Риге. И она была, была там, и ответ на вопросы, и я, короче, отвечаю вот это и это. И потом женщина спрашивает меня что-то, и выкрикивает другая женщина из зала. Да ладно, что вы спрашиваете, все понятно, бегать и молиться. КОНЕЦ Продолжение следует...